Тишина помогает находить ответы и решать задачи. Из цикла «Популярная психология» Не стоит бояться оставаться наедине с собой. Иногда тишина может быть невероятно полезной, ведь с ее помощью можно найти ответы на все вопросы и найти способы решения тех проблем, которые вас больше всего беспокоят. Очень часто именно тишины и покоя не хватает для того, чтобы найти выход из ситуации. Среда в современном мире является настолько шумной, что люди разучились прислушиваться к самим себе. Они изо всех сил пытаются найти себе товарищей и единомышленников, а еще почему-то страшно бояться остаться в одиночестве. Такое поведение означает только одно – люди изо всех сил пытаются убежать от очень важной части жизни – пребывания в тишине. Большинство людей настолько привыкло к бешеному темпу жизни, что боятся остаться в тихой среде. Кое-кто из них боится оказаться на расстоянии без знакомых и родных звуков. Это может быть что угодно, будто шум машин, то сигнал пожарной машины, или даже разговоры людей поблизости. Верьте или нет, но оказавшись на природе, они сразу начинают нервничать. Любой незнакомый звук заставляет таких людей пугаться и подпрыгивать от неожиданности. Впрочем, на самом деле это поведение обусловлено еще одним фактором – желанием убежать от внутренней тишины, которая их постоянно преследует. Обычно люди бегут от тишины банально из-за страха встретиться лицом к лицу с проблемами, которые их ежедневно преследуют. Согласитесь, никому не нравится думать о серьезных проблемах, терпеть боль и страдания, а также искать эффективные пути решения сложных ситуаций. На самом деле в такие моменты тишина – не единственный способ найти правильный ответ, когда вы оказались на распутии, а жизнь вроде бы потеряла свой смысл. Всегда проще жить в состоянии самообмана. По крайней мере, такое мнение бытует среди многих современных людей. На самом деле, даже если вы не оправдываете собственных ожиданий и пытаетесь спрятаться в шуме окружающей среды, проблемы это все равно не поможет решить. Вы становитесь жертвой обстоятельств даже в том случае, если знаете, в чем суть проблемы. Если в сложной ситуации вместо того, чтобы собраться с силами и положить конец событиям, которые разрушают вашу жизнь, вы решаете спрятаться как можно дальше, то страданий вам точно не избежать. Никто не спорит, что быть смелым человеком и искать ответы в тишине может быть непросто. Не каждый умеет оставаться спокойным и молча наблюдать за окружающим миром без осуждения или критики. Иногда ответы лежат на поверхности. Когда от вас отворачивается или когда вы считаете, что фортуна обходит вас стороной, самое время побыть наедине с собой и попытаться найти ответы на важные вопросы в тишине. Конечно, вполне естественно в такие моменты обсудить свои проблемы с другом или близким членом семьи. Выслушайте, какие советы могут дать вам родные. Не пытайтесь переложить на кого-то ответственность за собственные действия. Окончательное решение должно быть исключительно за вами. Если вам раньше приходилось общаться с психологом, то, наверное, вы уже знаете о важности общения и обсуждения проблем с кем-то. Для примера, психологи никогда не критикуют и не пытаются принять важное решение вместо своих клиентов. Врач только возьмет пациента за руку и попытается увести его правильным путем для того, чтобы человек нашел ответы на все вопросы, которые его беспокоят самостоятельно. Иногда человек настолько сильно сомневается в себе, что пытается сосредоточить все внимание исключительно на внешних факторах. Такая тактика является ошибочной, ведь решение проблемы очень часто можно найти внутри самих себя. Вы можете считать себя слабым и немощным человеком. Иногда вам может казаться, что пути назад к привычной жизни нет. Эти негативные мысли являются следствием отсутствия умения прислушиваться к себе. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАШ-КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.